Братья и сестры, я вас всех приветствую! Ну вот, Ветхий Завет и Новый Завет – это не только две части наших с вами Библий, это еще и две больших эпохи искупления человечества. В Ветхом Завете – израильский народ и подготовка к приходу Мессии. Новый Завет, вот как мы с вами знаем, часто говорим об этом, это уже Иисус Христос и Его Церковь. Вот интересно, что в Священном Писании есть такое увещевание, которое проходит через оба Завета. То есть, как в Новом Завете, так и в Ветхом Завете есть увещевание, на которое сегодня хотел бы обратить ваше внимание. Ну вот, для людей Ветхого Завета была вот такая вот заповедь – «Будьте святы, потому что я свят». Язык Нового Завета немножко поменялся, и теперь Писание увещевает уже нас с вами. Быть подобными или похожими на Иисуса Христа. Итак, во все времена, в любой эпохе, народ Божий имел заповедь, имел призвание быть святым народом Божьим, быть освященным. Именно почему? Потому что Бог свят. Другими словами, вот есть такой самый первый принцип освящения христианской жизни. Он заключается в том, чтобы признать характер и качество Бога. Я думаю, вот размышляя о святости, об освящении, можно вот этому понятию, можно еще немножко придать в жизни, если мы с вами подумаем о следующем. Вот если Библия говорит о Боге и говорит о том, что Бог – это наш Отец. И ведь теперь получается, что для нас с вами, для детей Небесного Отца, святость – это просто семейное подобие. Если Бог – наш Отец, то вот наше с вами освящение и наша с вами святость – это вот семейное подобие. Ну, вот это вот освящение, оно выражает и несет в себе семейное сходство с тем, кто является нашим Отцом. Ну, между прочим, главная цель Бога, по книгам Нового Завета, это вот развитие вот такого семейного подобия, а именно в том, чтобы мы с вами стали похожими на Его Сына, на Господа Иисуса Христа. Ну, сегодня мое желание – продолжить рассуждение о нашем с вами освящении. Итак, освящение, оно, конечно, производит нас в преображении. Мы попытаемся рассмотреть это на примере одного библейского отрывка из послания к римлянам, 12 глава, первые два стиха. Послание к римлянам, 12 глава, первые два стиха. Я думаю, многие знают этот отрывок наизусть. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вот интересно вот порассуждать об этом отрывке в контексте всего послания к римлянам. Вот послание к римлянам, 16 глав. А вот эти вот слова, именно эти слова, именно вот эти вот два стиха, они образуют стержень, на котором разворачиваются изложения того, что Павел называет Евангелие. Они как бы вот соединяют то, что вот Павел говорил теоретически, с тем, что теперь будет сказано о практической христианской жизни. Да, с 12 главы начинается подробное, практическое применение Евангелия в личной жизни человека, в общественной жизни и, конечно, в церковной жизни. Интересно, вот какой бы ни была сфера нашей с вами жизни, Писание призывает нас с вами стремиться к святости, стремиться к освящению. Итак, с чего начинается стремление к святости? Ну вот Павел говорит нам, самые первые слова, вот отрывок, который мы с вами прочитали, мы с вами должны представить себя Господу как жертву святую и угодную Богу. Ну вот рассмотрим с вами несколько принципов вот этих вот рассуждений апостола. Ну первое, очень, мне кажется, такой важный вопрос, что дает начало нашему освящению? Ну или где зарождается, где начинается освящение человека? И мы понимаем, что вот из рассуждений апостола Павла, я попробую это доказать, показать, начало нашему с вами освящению дает вот именно Евангелие. Вот посмотрите, как интересно пишет апостол. Ведь он подчеркивает, что вот увещевание, быть святым, оно коренится в качествах Бога и в благодати Бога. Вот как он обращается к нам с вами. «Умоляю вас, братья, как? Милосердием Божьим. Умоляю вас, милосердием Божьим». Вот Павел как бы говорит, братья и сестры, вот когда пишет свое послание, наши глаза открыты. Мы с вами знаем милость Бога. Мы с вами ощутили эту милость Бога в жизни. Столько много милосердия Бога в нашей жизни. То есть все наставления апостола предыдущих 11 глав вот резюмируются теперь вот этими словами. «Незаслуженная милость Бога к нуждающимся грешникам». «Незаслуженная милость Бога к нуждающимся грешникам». И теперь Бог призывает нас с вами, спасенных грешников, быть святыми. Но почему вот так вот рассуждает апостол Павел? Почему нужно было сказать, умоляю вас, милосердием Божьим? Братья и сестры, он показывает нам с вами очень важную деталь нашего с вами освящения и нашей с вами жизни. Оказывается, мы с вами не оставлены только с тем, что у нас есть. Оказывается, мы с вами не оставлены только с теми ресурсами, которые мы имеем мы сами. Скорее, Священное Писание побуждает нас жить на основе ресурсов, которые предоставлены нам в Иисусе Христе. Ну и получается, что милосердие Божье нужно нам с вами не только для того, чтобы получить спасение, но милосердие Божье нам нужно с вами и для освящения. Ну, поэтому возрастание в святости требует, чтобы мы с вами учились оставаться в плодородной почве Евангелия. Возрастание в спасении, простите, возрастание в святости требует, чтобы мы с вами учились оставаться в плодородной почве Евангелия. Вы знаете, вот можно понять вот этот образ мышления апостола, используя, ну вот, грамматические термины. Ну, грамматика – это целая наука, большая наука – это правило употребления языка. И вот когда мы с вами читаем Библию, когда мы с вами рассуждаем над тем, что Библия говорит о спасении, ну, можно вот сказать, что существует своего рода грамматика. Грамматика Евангелия – грамматика, которую необходимо выучить, ну, знать, выучить для того, чтобы последовательно христианину жить. Вы знаете, вот эта вот грамматика Евангелия в общем, она всегда действует в соответствии с основным правилом. То есть, если в Евангелии есть грамматика, в этой грамматике, если есть основное правило, вот как оно звучит, основное правило грамматики Евангелия – то, что Бог сделал, то, что Бог делает или будет делать, логически в Евангелии всегда предшествует или становится основанием, что Бог повелевает. То, что Бог делает, то, что Бог сделал, всегда становится основанием для того, чтобы Бог повелевает. Послание к кремлянам – хороший пример. Вот представьте себе, мы с вами начали читать 12 главу, первые два стиха. На протяжении 11 глав апостол показывает, что Бог сделал. 11 глав он показывает, объясняет, рассказывает, что Бог сделал. И только потом, только затем звучит призыв апостола, и только зачем звучит заповедь. Для того, чтобы делать то, что Бог повелевает, необходимо знать, что Бог сделал, делает и будет делать. Ну, что же теперь получается? Оказывается, кто такой Бог, что Бог сделал и что Бог делает, для нас обеспечивает основу для нашего с вами послушания. Ну, и получается, что благодать Бога, Его Евангелие, оно всегда влияет на наше послушание. А, между прочим, вот эта вот, ну, простите, грамматика, она объясняет силу Евангелия. То есть мы понимаем, что в Евангелии есть сила, сила, которая меняет человека. И вот эта вот логика, она объясняет, вот почему Евангелие имеет сил. Вы знаете, вот в любом языке, на каком бы языке мы с вами не говорили, есть ошибки, которые мы часто допускаем, даже не замечая, допускаем. Ну, вот, к примеру, в русском языке мы постоянно путаем глаголы «одевать» и «надевать». Вот, между прочим, одежду всегда надевают, а ребенка всегда одевают. Что вот неосознанно, вот, ну, вспомните, как вы говорите, да. То есть мы очень часто неосознанно путаем, да. Ну, в английском языке тоже там можно найти какие-то такие правила, которые люди очень-очень часто путают. То есть мы можем неосознанно путать грамматику языка. Братья и сестры, точно так неосознанно можем путать грамматику Евангелия. Очень легко запутаться, ну, и вот тогда жизнь, она не будет полноценной. То есть похожим образом возможно путать грамматику Евангелия. То есть иногда мы с вами думаем и говорим другим людям, да, если я сделаю это, то Бог обязательно сделает это. Или мы с вами говорим о том, что если я выполню свою часть, Бог обязательно сделает мне это. То есть, если я, то Бог это. Вы знаете, вот особенно о спасении так думать нельзя. Особенно о спасении так думать нельзя. Неверно думать, что на небо попадают приемлемые для Бога люди. Так думать неправильно, это не Евангелие. Я буду спасен, если достигну одного или другого. Вы знаете, это взгляд с точки зрения того, кем являемся мы. И взгляд с точки зрения того, что делаем и сделали мы. Но это не Евангелие. Это меняет логику Евангелия. Мы понимаем, что спасение всегда человеку дается по благодати Бога. И вот здесь Павел показывает, говорит, вот увидите еще одно. То есть, знаете, еще об одном. То есть, если спасение невозможно без силы Бога, христианская жизнь точно так же невозможна без силы Бога. То есть, христианская жизнь, вот наша с вами практическая христианская жизнь, освящение не является библейской формой помощи себе, самопомощи. Помоги себе сам. Я думаю, важно увидеть, что в Евангелии оправдание или спасение и освящение коренятся именно в милости Бога. Я попробую привести две иллюстрации, вот два библейских текста, которые это очень-очень ярко показывают. Вот первый пример – это послание к Крилльнам, 8 глава, 3-4 стих. Вот позвольте, я прочитаю, как звучит это в нашей Библии, потом попробую немножко объяснить. 8 глава, 3-4 стих. Как закон, ослабленный плоти, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Вот суть мысли апостола Павла. Вы знаете, он говорит, что да, закон повелевает нам быть святыми. Это истина. Однако, вот смотрите, Павел подчеркивает, говорит, закон бессилен. Повелевает быть святым – закон, но в нем нет силы, в нем нет вот такой возможности, чтобы дать человеку силу быть святым. То есть закон был бессилен. И вот мы спрашиваем апостола Павел, ну вот объясни теперь, как же тогда мне стать святым? Как мне стать человеком, послушным Богу? Как мне стать человеком, исполняющим повеление Бога? И Павел объясняет, что наше с вами послушание, наше с вами освящение, возможно, только благодаря, только благодаря тому, что Бог сделал для меня в Иисусе Христе. И он отмечает и говорит, послал своего сына в подобии плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти. Еще апостол Павел говорит, что вот годная Богу христианская жизнь, возможно, только благодаря тому, что Дух Святой делает во мне, он говорит, живущие по Духу. То есть Дух Святой достигнет того, чтобы требования закона исполнились в нас. То есть праведность, которую требует закон, производит только Дух Святой. А вы знаете, если мы с вами хотим понять природу практической христианской жизни, природу освящения верующего человека, если мы хотим с вами, ну простите за такой язык, успешно следовать этому, нам нужно погрузиться в понимание Евангелия. Нам нужно погрузиться, находиться в этой почве, понимание благодати Бога, понимание того, что мы имеем с вами в Иисусе Христе, того, что дано нам с вами в Иисусе Христе. То есть понимание Евангелия, понимание благодати Бога, которая теперь применяется в нас Духом Святым. Можете представить себе, что вот вообще вот наш с вами ответ Богу, он зависит от этого, зависит от того, как мы понимаем Евангелие, и больше того он мотивируется этим. Павел это хорошо понимал. Поэтому вот призыву представить свои тела Богу предшествует 11 глав объяснения Евангелия. То есть понимание, принятие Евангелия само по себе, братья-сёстры, я повторю, понимание и принятие Евангелия само по себе даёт нам силу возрастать в святости, о которой говорит Павел. Оправдание, прощение, принятие во Иисусе Христе это всё основание для нашего послушания, но никак не наоборот. То есть мы не можем ломать логику Евангелия. Вы знаете, вот мысль апостола Павла, она вот всегда такова. Бог сделал это для вас. 11 глав послания к римлянам. И затем он говорит, а теперь отвечайте следующим образом. Бог сделал это для вас, а теперь вы. То есть освящение всегда является плодом того, что Бог сделал для нас во Христе и через Христа. Ну вот ещё один пример. Такой интересный, прекрасный библейский текст, я тоже думаю, мы с вами его знаем. 2 Коринфянам 5.15. А Христос за всех умер. Вот очень интересные слова, смотрите. Чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскрешего. То есть вот он говорит, суть посвящения Богу, не для себя жить. Это достаточно глубоко. Это очень важно, это очень интересно. Братья и сестры, вот особенно в нашем мире, вот просто понять и услышать эти слова не для себя жить, а для Христа. Но давайте мы опять спросим Павла. Павел, а где мотив для этого? Или давайте больше спросим Павла, а где сила для того, чтобы не для себя жить? Это очень трудно. Почему не для себя жизнь? И Павел отвечает, Христос за всех умер. Так начинается его рассуждение. Христос за всех умер. Братья и сестры, проявленная таким образом любовь Христа побуждает нас с вами жить для Бога. То есть почему мы живем для Него? Потому что мы понимаем значение Его смерти. Братья и сестры, как часто мы на вечерю поем этот гимн? Взойдем на Голгофу, мой брат. Ну сколько раз можно ходить на эту Голгофу? Ну мы постоянно ходим на Голгофу, братья и сестры, потому что там мы находим силу для нашей с вами жизни. Там мотив для нашего с вами послушания. «Христос за всех умер, чтобы живущие не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Ну вот такой короткий вопрос именно о христианской жизни. Что будет, если в стремлении к святости, в стремлении к освящению, не будет вот этого основания Евангелия или милости Бога? То есть что будет, если мы просто хотим быть хорошими людьми, евангельскими людьми, не думая о милости, о Евангелии Бога? Братья и сестры, вы знаете, кем мы станем? Мы станем с вами фарисеями. Мы станем фарисеями, о которых очень много говорит Священное Писание, говорят Евангелие. Но вот между прочим, движение фарисеев, оно зародилось как стремление к святости. Движение фарисеев зародилось как стремление к святости и постепенно переросло в отдельную секту. То есть мы с вами понимаем, даже читая книги Ветхого Завета, Бог милостиво дал своему народу закон, который включал в себя множество заповедей. И вот со временем фарисеи так сосредоточились на деталях закона, что совсем забыли о милостивом Боге. Это возможно. Вот так сосредоточиться на деталях закона, что совсем забыть о милостивом Боге, который дал эти законы. А в нескольких местах Ветхого Завета Бог повторяет. Точно так, как Новый Завет, братья и сестры. Я вывел вас из Египта, поэтому вы живите так. Я вывел вас из Египта, поэтому вы живите так. То есть повеления Бога всегда приходят из Его благодати. Вот если человек теряет из виду свою нужду в милости Бога, если человек теряет из виду свою нужду в проявлении милости Бога, вот святость начинает приобретать металлический характер. Это будет внешняя правильность. Это будет внешняя правильность, с которой полностью отсутствует благодать и милосердие Бога. Напомню, очень интересный библейский текст. Господь разговаривал с фарисеями, они за что-то Его упрекали, если я не ошибаюсь, за субботу или за то, что Он что-то делал. А помните, Господь говорит вот такие слова. Пойдите, научитесь. Обращаясь к фарисеям, говорит, научитесь, что значит милости хочу. Господь говорит, вы не понимаете, что такое милость Бога. Вот если бы вы только понимали милость Бога на то, что я делаю, вы бы смотрели со всеми другими глазами. Братья и сестры, нет милости Бога перед глазами, святость становится металлической. А это будет внешняя правильность, в которой полностью отсутствует благодать. И будьте уверены, что люди от нас будут убегать, если в нас металлическая правильность, точно так, как от фарисеев быть может. Давайте еще один библейский стих, очень известный для нас с вами. Вспомните, пожалуйста, вот слова Христа, кто больше любит. Больше любит тот, кому больше прощается. Ну, братья и сестры, ну как это понять? Вот понимаешь милость Бога, любишь больше. Понимаешь милость Бога, любишь больше. Хорошо? Итак, сфера, из которой приходит к нам Евангелие, это небесная сфера. А теперь обратите внимание на сферу, где проявляется или выражается святость. Это тоже очень удивительно. Итак, в какой сфере должна выражаться христианская святость? Между прочим, апостол Павел очень-очень точен в этом. Он говорит, что сфера, в которой должна выражаться христианская святость, находится в нашем теле. Представьте тела ваши в жертву живую, святую. Вот мне кажется, если читать разные переводы, в английский это точно есть, в русских не знаю, но есть такие переводы, которые говорят, представьте себя. Но вот в принципе люди, которые изучают этот библейский текст, знают язык оригинала, они говорят, что Павел говорит о теле. Там слово тело есть. Хорошо? Вот как бы вы ни думали, ни переворачивали слова, слово тело в этом отрывке есть. То есть Павел говорит, представьте тела ваши в жертву. Почему же такое внимание к телу человека? Почему так конкретно? Представьте тела ваши. Ну, давайте подумаем. Дело в том, что именно тело человека является неотъемлемой частью того, что мы есть. Да, у нас есть нечто большее, чем физическое измерение. Однако, братья и сестры, дорогие друзья, мы с вами живем в теле и выражаем себя только через тело. Живем в теле и выражаем себя через тело. То есть, каким бы ни было наше состояние, мы не существуем отдельно от тела. Если это так, то вот настоящее освящение уже по необходимости должно происходить в теле человека. Вот почему очень важно представить тело свое Господу. Конечно, есть еще одна причина, по которой Павел настаивает на этом. Ну, подумайте, пожалуйста, еще и о том, о грех. Как проявляет себя в нашей жизни? Точно так, через тело. Грех проявляет себя через наше тело. Очень часто греховные наклонности, пристрастия, привычки, которые оказывают на нас самое разрушительное влияние. То есть, влияние греха ощущается именно через тело, телесными путями. Это проявляется в том, что мы делаем со своим телом. С нашими глазами, руками, языком и любой другой частью. То есть, члены нашего тела – это орудия греха или орудия святости, как опять говорит апостол Павел. То есть, через них мы выражаем то, что у нас в сердце. Я думаю, вы можете вспомнить, что, как учил Господь Иисус Христос, ведь Он говорил, помните, язык служит указанием того, что есть сердце человека. Помните, Он говорил, что рука, глаз, они заставляют человека грешить. Да, грех живет в сердце человека, но проявляется или оживает именно в теле человека. Ну, поэтому изменение, которое Евангелие вносит в нашу с вами жизнь, оно является спасительной силой Христа именно здесь, в теле человека. Напомню, еще один библейский текст, мне кажется, опять замечательный, прекрасный. Помните слова апостола Павла? Тело не для блуда. Как он говорит, тело для Господа. Интересно, да? Вот тут просто подумать, ну, Павел, что ты имел в виду? Тело для Господа. Тело для Господа. Вы знаете, вот, мне кажется, вот к этому можно просто подойти по-детски. Просто по-детски подойти, вот, ну, как бы поговорить с собой, напомнить себе, мое тело для Господа и Господь для моего тела. Вы знаете, это своего рода, мне кажется, вот такой очень простой ключ христианской жизни. Каждый день, через то, что можно назвать воротами глаз, ушей, рта, рук, ног, мы с вами сталкиваемся с искушениями. И мы можем с вами противостоять этому по-детски. Противостоять, вот, хорошо вооружившись, если глаз, ухо, рот, рука или нога, они посвящены Господу, в жертву живую, святую и угодную Ему. Помните, мы с вами поем песню? «Весь Ему принадлежу». «Весь Ему принадлежу». Ну, почему Павел говорит о жертве? Опять вот, как-то хочу подчеркнуть, что его слова подобраны очень-очень тщательно. И совсем не случайно он использует язык жертвоприношения. Но дело в том, что для людей, которые самые первые получили это послание, они это хорошо понимали. То есть, вокруг них это всегда было, они хорошо знали, что значит принести жертву. То есть, когда Павел говорил о жертве, сразу возникали какие-то ассоциации. То есть, они понимали, что жертва приносится преднамеренно и сознательно. Они понимали, что для человека жертвоприношение всегда имеет цену. Конечно, представляли себе пролитие крови. А вот интересно, каким может быть язык нашего времени? То есть, если бы сегодня Павел сказал, я думаю, не говорил бы о жертве, потому что мы ничего не понимаем о жертве. Вот мне кажется, братья и сестры, что это значит для нас сегодня? Языком нашего времени Павел говорит о том, что без усилий не будет достижений. То есть, почему тело как жертва? Потому что без усилий не будет достижений. Это тоже очень важно понимать. То есть, наши сами телесные функции, испорченные грехом, они не автоматически отдаются в преданность Господу. Поэтому Павел говорит, что святость, освящение нашей с вами жизни, оно требует осознанных действий с нашей стороны. То есть, святость требует проявления нашей с вами воли. Итак, сфера, откуда приходит к нам освящение, это небесная сфера. Сфера, где проявляется наше освящение, это наше тело, тело, которое мы призваны представить Господу как жертву. А теперь апостол Павел говорит, что это будет разумным служением. Это будет разумным служением. То есть, теперь Писание говорит, что подчинение своего тела Ему, весь Ему принадлежу, ну, попросту говоря, разумно. То есть, представить свое тело Богу, еще больше можно сделать шаг. Это подражание Господу. Вот еще напомню, библейские тексты, они как бы такие в тени. Это слова Господа Иисуса Христа, вот из послания к Римлянам, то есть, текст псалмов вложен в слова Христа. Жертвы и приношения ты не восхотел. А потом, смотрите, Господь говорит, ты приготовил мне тело. Братья и сестры, точно так, как и мы с вами. Господь говорит, ты мне приготовил тело. И что? Господь говорит, я иду. Иду исполнить волю твою, Божию. То есть, Сын Божий принял тело, в котором исполнил волю Бога. Мы сегодня берем пример с Господа, братья и сестры. Исполнить волю Бога в наших с вами телах. В наших с вами телах. А вы знаете, вот, мне кажется, акцент на теле вот особенно важен для христиан 21 века. То есть, мы с вами живем в поколении, которое, ну, подавляет, наверное, уже очень хорошо подавило осознание Бога. Поколение, которое отвергает поклонение Создателю. Однако, вот, очень важная истина, да, которая тоже подчеркивает Библия. Ведь человек, как бы то ни было, он всегда кому-то или чему-то поклоняется. Существует такое утверждение, то есть, если человек не поклоняется Богу, он начинает поклоняться чему угодно. Мы с вами это хорошо замечаем, не так ли? То есть, современная культура невероятно сосредоточена на теле человека. Ну, подумайте, посмотрите вокруг. Изображение красивых тел, ну, буквально смотрят на нас с вами со всех сторон, не так ли? Изображение красивых тел смотрят на нас со всех сторон. Ну, я думаю, для тех, кто более-менее соответствует этому стандарту, да, друзья, ну, я имею в виду вес, там, роста, друзья, это не так заметно, но если вы немножко больше вести, чем, ну, как видно, да, друзья, я говорю это на своем примере, я прекрасно понимаю, что вот костюм, да, который там кто-то рекламирует, даже если я куплю его за две с половиной тысячи долларов, итальянский костюм, то на мне не будет сидеть так, как на этом молодом человеке. Я это к тому говорю, братья и сестры, мы это с вами видим, то есть, изображение красивых тел смотрят на нас с вами со всех сторон, а следить за физической формой считается чем-то необходимым, да, то есть, а если кто-то сходил в спортзал, да, то на Фейсбуке или на каких-то других соцсетях это все знают, все видят, да, и хвалят, да, молодец, что ты сходил в спортзал. То есть, современная культура все больше и больше, она предлагает нам с вами заботить о своем теле, а вот мы понимаем, братья и сестры, вот где-то подсознание, может, объяснить не можем, да, ах, здесь что-то не так, вот что-то здесь не так, да, а вы знаете, что происходит? А происходит то, что человек становится мерилом всего. Нас окружают голоса, которые, по сути, говорят, поклоняйся своему телу, поклоняйся своему телу, храни его, украшай его. Но почему же столько внимания к телу в нашей культуре? Вот что происходит? Где подтекст? Где вот эти маленькие буквы, которые мы должны с вами рассмотреть? А вы знаете почему? Потому что культура или мир сегодня говорит нам с вами, что ваше тело – это все, что у вас есть. Ваше тело – это все, что у вас есть. Культура сегодня говорит нам с вами, вы являетесь владельцем своего тела, и поэтому делайте с ним все, что хотите. Ну, я не знаю, я не сильно слежу там за спортом, но вот как-то бывают такие, знаете, может, реклама там или что-то еще, да, вот мне кажется, братья и сестры, смотреть страшно спортсменов, а не потому что там мышцы какие-то, да, чересчур большие, да. Братья и сестры, сколько наколок на спортсменах. Вы знаете, это ужасно, это страшно, и просто представить себе, то есть когда-то, мне кажется, языческий мир, он настолько был полон вот того, что сегодня человек выставляет на своем теле. Братья и сестры, вот послушайте, как звучит Евангелие. Совсем не так. То есть Евангелие звучит совсем не так. Евангелие призывает нас сегодня к благодарному, к радостному поклонению Господу. Вот поклонение, в которое мы с вами отдаем всю нашу жизнь, включая наше тело, мы отдаем это Господу. Итак, святость никогда не останется скрытой. Святость никогда, настоящая святость никогда не останется скрытой. Она проявится в том, как мы используем наши с вами тела. Ну, еще один вопрос апостолу Павлу. Хорошо, Павел, вот мы слушаем его рассуждения, да, братья и сестры. Мы понимаем, да, мы согласны с тем, что вот где-то в Евангелии это сила, да, вот для того, чтобы преображался человек. А давайте попробуем спросить его, Павел, объясни, пожалуйста, как происходит. То есть ты сказал, что происходит, да, но вот, пожалуйста, объясни, как. Вот как это происходит. Вот ответ Павла, 2 стих 12 главы послания к римлянам. Не сообразуйте с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. Ну, попробую вот другие слова, да, вот объяснить этот текст. Не сообразуйте с веком сим. Не позволяйте окружающему миру втиснуть вас в собственную форму. Но позвольте Богу изменить ваш разум изнутри. Между прочим, вот настолько мудро это сказано, настолько точно это сказано, да, это очень яркий способ описания того, что происходит на самом деле. Братья и сестры, очень важно понимать, что мир не действует внезапно на человека. Мир на человека не действует внезапно. Для того, как действует мир, именно характерно настойчивое, продолжительное, постоянное давление, пока вы не будете соответствовать форме этого мира. Настойчивое, продолжительное, постоянное давление. Ну, из священного писания мы с вами знаем, что вообще время человеческое, оно делится на настоящий век, на век будущий. Настоящий век – это нынешний век, да, падший мир, который постепенно, незаметно втискивает нас с вами в свою форму. Но в священном писании еще говорит, что есть будущий век. Но это век уже, когда придет Господь. Однако Библия очень интересно говорит, что с воскресением Иисуса Христа сила будущего века, она уже здесь. То есть, поэтому апостол Павел говорит, преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть, у христиан есть эти ресурсы, ресурсы будущего, грядущего века. И христиане формируются и преображаются обновлением ума. Вот интересно опять, братья и сестры, библейское учение уделяет особое внимание разуму человека. Ну, посмотрите, какой баланс, во-первых, в том, что говорит Павел. Очень интересные вот его рассуждения, да, то есть, у него вот часто присутствует отрицательный и положительный элемент. То есть, негативно он призывает к несоответствию настоящему миру или эпохе, в которой мы живем, не сообразуйтесь. А вот есть и положительно, да, то есть, одно не делайте, но обязательно делайте другое. А положительно нас призывают к преобразованию посредством обновления ума. Не, но. Объяснение, знаете, состоит в том, что мы можем с вами позволить происходить преображению в нашей жизни. Мы можем позволить происходить преображению в нашей жизни. Ну и как же это происходит? Братья и сестры, ну, мне кажется, очень просто и очень сложно. Подчиняясь тому, что Бог делает через инструменты в его руках. Итак, что за инструменты в его руках? Как происходит наше с вами преображение? Что значит обновление нашего ума? Итак, средство. Средство, с помощью которого происходит преображение жизни, это обновление ума. А вот инструмент, которым пользуется Бог, инструмент, которым пользуется Бог, это слово Евангелия. Простая, банальная истина. Это Библия. Что же, что за инструмент в руках Бога, которым Он изменяет наши с вами жизни? Слово Евангелия. Истина Евангелия наполняет и освещает наше мышление. И таким образом Евангелие начинает проникать. Проникать сначала в наше мышление, а потом во все наши предрасположенности. Мы начинаем любить, что понимаем. Ну, прослите свою христианскую жизнь. Вот, больше понимаем Господа, что-то новое узнаем о Господе, мы начинаем это любить. Вот как работает Евангелие, как действует Евангелие. Склоняем нашу волю в новом стремлении соответствовать воле Бога. То есть вот так действует Евангелие. Между прочим, вот почему Павел проповедовал, вот почему Павел писал письма. Он писал много писем во все церкви, только как только была возможность писать письма. Почему писал Павел? Павел верил. Павел верил, что Слово Божье имеет силу обновлять умы и преобразовывать жизнь. То есть по мере того, как величие Евангелие наполняет и расширяет наш с вами разум, по мере того, как мы познаем Божьего Сына через Его Слово, через Дух Божий, вот в нашем мышлении, чувствах, желаниях и жизни, происходит процесс изменения или преображения. То есть Слово Божье и Дух Святой работают вместе активно и сильно меняют нас с вами. А сегодня, вот утром, молитвенная песня Хора была по молитве Сына Твоего. Давайте вспомним слова этой молитвы. Освяти их истиной Твоею. Братья, сестры, как мы с вами освящаемся? Слово Твое есть истина. То есть все просто и все сложно. А кстати, именно поэтому для христиан, мне кажется, очень важно посвятить свою жизнь изучению Слова именно через проповеди. Именно через проповеди, именно слушание проповедей. Потому что в проповеди Слово Божье объясняется. Потому что когда звучит проповедь, братья, сестры, оно обращается к нашему разуму. И очень часто именно проповедь меняет свое мышление. Вот я как-то, знаете, читал книгу, и мне одна мысль очень запала. И вот автор, как я понимаю, очень хороший проповедник, он говорил о том, что, вы знаете, не всегда беспокойтесь, как проповедникам обращается, говорит, чтобы вашу проповедь люди записывали. То есть говорит, это не настолько важно, потому что все самое важное, что вы говорите, происходит тогда, когда люди слушают проповедь. Понимаете? То есть неважно, если человек записывает или не записывает. Неважно, если человек подчеркивает или не подчеркивает. Ну для кого-то это нужно, я понимаю. Но вот самое главное, что может произойти, оно происходит тогда, когда мы слушаем с вами проповедь. То есть в этом вот ключ, почему служение проповеди – это очень важное служение церкви. То есть она вовлекает нас с вами в очень интенсивную деятельность. Ну попробуйте проверить себя, братья и сестры, когда слушаете проповедь, ну все-таки что-то с нашим разумом происходит. Мне кажется, вот даже личное изучение Писания, каким бы ценным оно ни было для нас с вами, оно не заменит преобразующую силу проповедуемых слов. Но я повторю, братья и сестры, это мое убеждение, что даже личное изучение Писания, каким бы ценным оно ни было, не может заменить преобразующую силу проповедуемых слов. Я не говорю, что не нужно изучать Писание лично. Вы знаете, вот вообще у нас принято делать акцент на личном общении человека с Богом, на личном изучении Библии. Ничего против этого не имею, но вот вы можете себе представить или подумать, братья и сестры, что возможность лично изучать Писание – это привилегия христиан только последних ста лет. Возможность лично изучать Библию, держать Библию, иметь свою Библию – это привилегия христиан последних ста лет, не говоря уже о своей комнате. То есть через историю христианства, братья и сестры, проповедь была всегда. А вот возможность лично изучать Библию – это только наша с вами привилегия, привилегия последних ста лет, возможность иметь свою комнату, где можно закрыть двери. Это привилегия людей 100-150 лет, а не раньше. Но вот проповедь христиане слушали всегда. Ну, если даже не говорить о истории христианства, братья и сестры, мы с вами это можем ощущать на своем личном опыте. Ну, вот сегодня утро воскресного дня. И вот мы с вами пришли из мира, который на протяжении шести дней пытался втиснуть нас с вами в свою форму. То есть мы с вами пришли из мира на утреннее богослужение. Мы питаемся в присутствии Бога Словом Божьим. Мы слушаем песни, слушаем стихотворения. Мы с вами говорим, поем, мы с вами молимся. Братья и сестры, вот проверьте свое сердце. Ведь происходит то, о чем молился Господь. Ведь мы с вами в Божьем доме освящаемся истиной. Братья и сестры, ведь мы с вами в Божьем доме становимся такими, как молился Иисус. Ведь здесь мы с вами становимся очищенными, очищенными, простите, и освященными. То есть наше мышление обновляется в направлении к Богу. Проверяется, очищается то, что мы с вами любим. Обновляется наше желание служить Богу. Ну, между прочим, очень сильно обновляется наша привязанность к Божьему народу. Может быть, ну, идете или идем мы с вами сюда, вот, ненавидя кого-то. Но, уходя из Дома Божьего, мы все прощаем, принимаем человека. Наша воля покоряется воле Бога. И все это за короткие два часа богослужения. И все это за короткие два часа богослужения. И таким образом, чем больше нас кормят, тем больше мы хотим, чтобы нас кормили. Вы знаете, братья и сестры, вот, мне кажется, вот в нашей с вами вере есть вещи, о которых трудно говорить. Вы знаете, почему? Потому что неправильно поймут. Вот одна из таких вещей, вот сегодня, да, это наша с вами активность. Да, или наше с вами, то, что мы называем служение Богу. Ну, вот, как только начинаем говорить служение Богу, мы сразу подразумеваем активность. Не так ли, там, ну, простите, я так вот немножко привилечу, да, там, петь в хоре, читать стих и, может быть, даже поехать в Африку. Вы знаете, вот интересно, что христиане стали таким активным поколением, что мы перестали понимать, что есть самая первая, самая большая потребность каждого христианина в этом вопросе быть очень пассивным. В одном вопросе быть очень пассивным. Именно в том, чтобы принимать Божье Слово. Понимаете, с чем я говорю? То есть мы настолько стали активными, что забыли самую первую свою обязанность, самую первую нужду свою, быть пассивными в том, чтобы получать, получать Слово Божье именно через проповедь. Получать хорошую пищу Слова Божьего, чтобы мы с вами могли преображаться. Вот опять как-то читал о том, что кто-то где-то проводил вот такие вот исследования, где сравнивали образ жизни тех, кто исповедует христианство и образ жизни тех, кто не исповедует христианство. Знаете, вот интересные исследования какие-то показали, что существует очень небольшая разница. То есть посмотрели, как живут христиане и как живут нехристиане. Вывод сделали простой. Разницы немного. Небольшая разница в образе жизни. И представьте это при всей нашей с вами активности. Образ жизни христиан не сильно отличается. Знаете, вот дело в том, может это какое-то как субъективное мнение, да? Вот мне кажется, я думаю, братья и сестры, что мы с вами очень сильно недоедаем духовно. Я думаю, мы с вами очень сильно недоедаем духовно. А страшно другое. Знаете, страшно то, что наши желудки привыкли к этому. И настолько жались, что мы с вами почти этого не замечаем. Сегодня мы уже сами судим о себе, сами по себе, и делаем вывод, что у нас все хорошо. А на самом деле, братья и сестры, мы просто демонстрируем, как мало мы действительно понимаем. Как мало мы действительно понимаем. Знаете, время, в которое мы с вами живем, очень богато всякого рода информации, даже в вопросе изучения Библии. Ну вот попробуйте вспомнить, с какими только способами изучения Библии вы не встречались. Их сегодня очень много. Каких только Библии сегодня нет. Библия для мужчин, для женщин, для детей, для подростков, для старых, для молодых, для бизнесменов, для спортсменов, для кого только нет Библии. Братья и сестры, вот к чему я это говорю? Вы знаете, вот если почитать саму Библию, там совсем другой акцент. То есть если почитать саму Библию, там совсем другой акцент. То есть, Библия совсем мало говорит о том, что делать с ней. Вот подумайте об этом. Очень мало Библия говорит о том, что делать с ней. Но очень много Библии говорит о том, что она сделает с нами. И так ли? То есть, чувствуете разницу? То есть, мы сегодня, вот, очень много того, что делать с Библией. Но ведь важно то, что Библия делает сегодня с нами. Я не знаю, вот, сколько раз в 118-м Псалме написано о том, что Слово Божие – это источник радости для жизни человека, который писал Псалом. Вот так вот подумать, спросить его, ну почему ты так радуешься Слову Божьему? А ведь почитать вот его псалом, это очень интересно. Почему я радуюсь Слову Божьему? Он понимает, что вот Слово Бога, оно удерживает меня от греха. А этого разве мало? Слово Божье удерживает меня от греха, а этого разве мало? Он говорит, что путь мой, я знаю путь мой. А этого разве мало? Я знаю качество Бога, я знаю характер Бога. Вот, то есть, поэтому человек говорит, что вот Слово Божье, оно, знаете, большую-большую радость для меня приносит. Ну, я это к тому, братья и сестры, чтобы мы немножко как-то, может, с другой стороны посмотрели на себя. Я понимаю, что информации много, и мы с вами очень много знаем, но вот почему-то вот жизнь наша с вами, да, она как раз говорит, что вот чего-то мы с вами еще не поняли, чего-то мы с вами еще недоценили. Вот если бы оценили, да, что-то было бы по-другому вот в нашей общественной церковной жизни. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, и последняя, может, такая более радостная нота. Вот для меня лично это очень-очень вот приятно читать вот эти вот слова, осознавать это, вот посмотреть на свою жизнь. Это как-то дает ясность мне в моей жизни, братья и сестры. Хорошо, вот давайте опять поговорим с Павлом. Павел, хорошо, мы прочитали 11 глав твоего послания кремлянам, да, мы начинаем понимать, что такое милосердие Бога. Ты нам объяснил, да, что нужно представить тело свое в жертву. Хорошо, мы согласны на это, да, то есть у нас есть основание, это милость Бога. Ну вот теперь еще попробуем спросить его, а что из этого получится? То есть какой результат, какой эффект? Посмотрите, какие замечательные слова. Чтобы вам познавать, что есть воля Божья, какая же воля? Благая, угодная и совершенная. Посмотрите, пожалуйста, на свою жизнь. Вот Павел говорит, если вот мы, ну, все, о чем мы с вами говорили, да, это происходит в нашей жизни, как результат? Он говорит, вы посмотрите на волю Бога, и вы будете знать все, что происходит в вашей жизни. Это благо, это совершенство, мудрость Бога, и это радость. Хорошо? Вот если вы на свою жизнь так еще не видите, не можете так, братья и сестры, есть о чем подумать. Знаете, как интересно пишет апостол Павел, да? Ну вот, между прочим, вот всякий раз, когда мы с вами отвечаем на Евангелие, братья и сестры, ведь мы как-то проверяем его, согласитесь? То есть всегда в доверии Христу, вера во Христа подразумевает эксперимент. То есть мы доверяем Ему, братья и сестры, мы доверяем, мы ведь с вами не знаем, как пойдет наша жизнь завтра. Понимаете? Мы с вами не знаем, что со мной случится завтра, послезавтра и так далее. То есть мы, вот это всегда эксперимент, мы доверяем. И вот теперь Павел говорит, вот если вы живете такой жизнью, он говорит, вы будете убеждены, вы точно узнаете, что в вашей жизни, какие бы обстоятельства ни были, вот воля Бога по отношению к вам, она благая, угодная и совершенная. То есть она благая, то есть все содействует ко благу, все содействует ко благу в жизни тех, кто любит Бога. Она совершенная, да, мы понимаем, братья и сестры, что вот воля Бога совершенна потому, что его мудрость безупречна. То есть мы это видим во всех мелочах нашей с вами жизни. Господь, ну простите за такие слова, хозяин головоломки нашей жизни. Иногда на жизнь нам кажется, что это головоломка. Господь, хозяин головоломки нашей жизни. И вот эти кусочки, которые мы с вами рассматриваем в нашей жизни, они могут иметь очень странную форму. Часто мы не видим, как они подходят друг к другу, но в конечном итоге, когда эта картина будет завершена, мы увидим, что каждая деталь имела идеальную форму. Почему? Потому что Бог ведет нас с вами самыми совершенными путями. Он ведет нас путями, о которых мы не могли догадываться, в ситуации, в которых мы никогда не ожидали, для достижения целей, о которых мы даже и не догадывались. И вот когда мы таким образом отдаем свою жизнь Господу, наше мышление обновляется Его словом, мы начинаем обнаруживать, что воля Бога, она угодна. То есть это становится для нас с вами радостью. Радость христианской жизни тоже здесь. Вот мне кажется, это очень очевидный контраст между жизнью во грехе и жизнью в благодать. Вот представьте себе невозрожденного человека, человека в этом мире, да? Попробуйте сказать ему что-то о воле Бога, да? Только потому, что это не Его воля, а воля Бога, это уже как раздражает человека. А вот у нас с вами мы знаем, что Бог желает для нас гораздо большего, чем мы сами. И вот тем, кто преображается, воля Божья приносит удовлетворение. Братья и сестры, пусть Бог благословит нас. Мы нуждаемся в благословении Его присутствии. Молимся Богу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok